День борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря. Ежегодно по всей стране проводятся профилактические мероприятия, знакомящие граждан со статистикой выявленных коррумпированных схем и необходимости борьбы с ними. О важности пресечения преступления говорят со всеми – с чиновниками, бизнесменами и даже школьниками. Мы стараемся ребят самих нацелить, вот как вы думаете, а почему это хорошо, то есть чтобы научить ребят думать. А самое главное, чтобы они уже из стен школы вышли с твердой уверенностью, что коррупция – это плохо, и человек, который дает взятку, так же виноват, как и человек, который эту взятку берет. Пока с учениками младших классов ведут беседы в игровой форме, рисуя плакаты и проводя квесты, старшеклассников готовят к университетам, а точнее, к возможным случаям вымогательств, денежных средств за экзаменационные оценки. Абитуриентов предупреждают о необходимости срочного реагирования в таких ситуациях. Те же лекции коснулись и студентов. Все говорим на местах, все рассказывают о коррупции, но есть ли кто-нибудь, чтобы в этот раз обратился сам фарм. Крымском инженерно-педагогическом университете представители комитета по противодействию коррупции предупреждают студентов и о том, что наказуемо не только получение взятки, но и ее дача. Формат лекции прошел в свободном общении. Студентам предлагали определить, какой из перечисленных случаев взятка, а какой человеческая благодарность, которая в деньгах уж точно не измеряется. Как оказалось, молодое поколение умеет различать эти два понятия. Задавались очень такие серьезные вопросы, касающиеся тех сфер, где наша молодежь сталкивалась уже с проявлениями коррупции. Обсуждали некоторые спорные моменты в виде того, какие способы, по мнению нашей молодежи, существует преодолеть коррупцию. Я думаю, что мы сегодня друг друга услышали. Мы услышали много нового для себя и надеюсь, что они много нового услышали для себя. Важно говорить и о статистике, которая в этом году отражает падение преступлений, связанных с коррупцией в Крыму. За 2017 и неполный 2018 40 человек оставили свои должностные посты. 9 из них потеряли доверие. Это клеймо навсегда отбирает возможность занимать какие-либо посты в государственных структурах по всей стране. Плюс ко всему, новый закон регламентирует обязательную проверку депутатов и кандидатов на должности глав администрации. На сегодняшний момент проведена проверка практически 50 человек. И вы знаете, что у нас через 10 дней в городе Симферополе состоится конкурс. 9 человек подали свои документы должным образом, в полном объеме. И сегодня комитет уже проводит проверку. О соблюдении запретов и ограничений на государственно-муниципальной службе следит и прокуратура. С помощью проверок только в этом году было выявлено около 2000 нарушений. Более 600 должностных лиц привлеклись к дисциплинарной ответственности. Запреты и ограничения на государственно-муниципальной службе, они установлены законодательством о противодействии коррупции. Это, во-первых, представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это запрет на участие в коммерческой деятельности для лиц, замещающих государственно-муниципальные должности и должности государственной муниципальной службы. Соблюдение требований об урегулировании конфликта интересов. Представители комитета по противодействию коррупции, сотрудники МВД и прокуратуры обозначили наиболее коррумпированные сферы. Лидирующую строчку занимает реализация федерально-целевой программы в Крыму. На строительстве за бюджетные деньги попадаются чаще всего. Затем идут незаконные схемы и взяточничества, применяемые чиновниками. Ну а завершают эту тройку сотрудники ГИБДД. Энвер Аблизис, Аким Бекиров, телеканал Миллет.